Привет, друзья! Вы на канале Джонас Киев. С вами Андрей. Всех с наступившим уже новым 2020 годом. Я по традиции продолжаю вас знакомить с прекрасным городом Киев, столицей нашей страны. Ну, это так. Совмещаю полезное с приятным, так сказать. Сегодняшнее видео будет о том, что же входит все-таки в услугу под ключ «Все включено», то есть что входит в 1100 евро, потому что многие люди на самом деле не понимают, то есть помимо работы еще какие расходы включены в эту цифру, то есть это не чистый заработок, как многим может показаться, что мы такие вот богатые пригонщики ложим себе в карман 1000 евро за пригон автомобиля. На самом деле давайте начнем с самой работы, что вы вообще понимали, что это комплексная услуга, которая начинается, можно сказать, от анализа вашего бюджета, то есть анализа, что вы хотите купить. То есть, грубо говоря, мы с вами созваниваемся, встречаемся, обсуждаем все моменты, то есть формируем бюджет, так сказать, на покупку, то есть просчитываем растаможку, там все остальное, почем автомобиль. Вы озвучиваете свои пожелания, то есть свои критерии к автомобилю, то есть что вы хотите, там какой кузов, какой тип топлива, какое, ну, состояние, понятно, все хотят самое лучшее, что еще. То есть, ну, какие-то еще там пожелания могут быть по комплектации, по цвету, то есть, ну, различного рода, знаете, сколько людей, столько и мнений. То есть, вот, грубо говоря, уже с этого момента начинается работа и заканчивается уже, в принципе, значит, пригоном автомобиля в город Киев, уже с постановкой на учет, то есть полностью растаможка, постановка на учет, получение номеров, техпаспорта на ваше имя. Вот это, если так вкратце, то есть, если упустить там промежуточные этапы, так сказать, подбора, диагностика автомобиля, ну, хотя, в принципе, для понимания, то есть могу объяснить, то есть автомобиль тоже за 5 минут не появляется в Киеве, так сказать, то есть это надо поехать в Европу, надо там день, два, три, четыре, пять бывает по-разному выделить на поиск автомобиля, то есть ездить по разным городам, смотреть автомобили, да, то есть проводить диагностику, так сказать, то есть у кого какие критерии там технического состояния, визуального, то есть проводится компьютерная диагностика, проводится диагностика на битость, так сказать, то есть, да, там, ну, кому важно, там, подкрасы, не подкрасы, то есть это все, как бы, зависит от бюджетов и так далее. То есть машина полностью проверяется там максимально, как это можно проверить в полевых условиях на все, на ходовые качества, то есть на работу мотора, на целостность кузова, на электронику, так сказать. То есть все вот эти моменты, все проводится и только если автомобиль, так сказать, соответствует требованиям клиента, моему пониманию, то есть какой должен быть автомобиль в таком бюджете, только после этого принимается решение покупать или не покупать. В предыдущем видео люди там немного, скажем, ну неправильно поняли в том смысле, что принимает заказчик участие в заказе подключили, не принимает. Естественно, вы принимаете участие, потому что вы озвучиваете, то есть у меня, наверное, я сказал, что это проводится по желанию клиенту, то есть есть люди, которые, допустим, полностью довирают, так сказать, моему выбору. И они, в принципе, дополнительно могут даже не запрашивать там какие-то видеоматериалы, там фотографии и так далее, потому что это тоже надо понимать, что я нахожусь там на месте и мне, так сказать, виднее, понимаете. Если вы хотите выбирать машину чисто по фотографиям, потому что есть такие, которые, ну, злорадствуют, скажем, вот этой возможностью и начинают выбирать машину по фотографиям и не учитывают, скажем, того, что я озвучиваю, того, потому что я на месте нахожусь и мне виднее. То есть машина может выглядеть, допустим, очень хорошо на фотографиях, но в действительности состояние кардинально отличается. И такие люди потом страдают на самом деле, то есть понятно, что по вашему запросу я могу выслать вам дополнительные фотографии, я могу выслать вам дополнительное видео какое-то, да, вот, чтобы вы могли для себя там принять решение, так сказать. Но учитывайте тот факт, что вы не находитесь, как бы, на месте, не выбираете этот автомобиль и, соответственно, нужно прислушиваться тоже к мнению того человека, у кого вы заказали автомобиль. Вот. Если все подходит, тогда уже, скажем, я приступаю там к документальному оформлению автомобиля, то есть это проверка там ВИН-кода, кузова, всего остального. Шильдиков, чтобы все это проходило, так сказать, по растаможке, то есть общение с брокером. Тоже в пригоне, если вы заказываете под ключ, ложится, так сказать, на мои плечи, да, то есть я уже там, если это под растаможку, я уже начинаю связываться с брокером, передаю ему все документы, то есть брокер подсчитываю, как бы, сколько там растаможки получается на автомобиль. Вот. И потом либо вы оплачиваете сами эту растаможку, да, ну, идете через банк там или с карточки платите, либо вы делегируете мне там эти обязанности, так сказать, то есть я уже могу заплатить тоже со своей карточки растаможку. И потом машина отправляется в путь. Опять-таки, есть нюансы, когда нужно провести какую-то дополнительную диагностику автомобиля перед выездом, потому что, ну, бывает по-разному, да, бывает купили там где-то что-то чуть-чуть подстукивает, допустим, да, или там бьет при торможении, ну, то есть, вот, ну, разные нюансы могут быть. Тут уже, опять-таки, по желанию клиента можно заехать, сделать там еще в Европе, допустим, дополнительную диагностику, возможно, провести какой-то небольшой ремонт. То есть у меня были вот там пару последних покупок, когда мы покупали, что мы покупали? X-Trail покупали, да, там была, значит, надо было заменить гранату, как бы, ну, ребята поехали в Евротур, приняли решение сами, что лучше это сделать там, чем проехать тысячу километров, да, и потом, как бы, могут еще вылезти какие-то нюансы. То же самое у меня было на Мериве, тоже там, ну, било, как бы, с одной стороны, на скорости при торможении. Тоже заехали, надо было заменить стабилизаторы вроде там, еще что-то, уже не помню. Ну, что-то там по мелочам там не сильно дорого получилось, вот. Поэтому, ну, это, опять-таки, друзья, это уже по вашему желанию, то есть, да, это вы хотите, ну, как. По-моему, в принципе, тоже, потому что это моя безопасность, так сказать, ехать домой тоже не маленький путь, тысячу километров, поэтому какие-то, скажем, если надо сделать что-то такое обязательно, срочно, его лучше, конечно, сделать там, тем более по цене работ, по цене запчастей, при том, что это будет оригинал, на самом деле в Европе там не особо и дороже будет сделать. Ну, опять-таки, я сравниваю там по киевским ценам, по тому, как в столице Украины, возможно, где-то, скажем, дальше в регионах, может, ну, чуть-чуть будут цены дешевле. Ну, опять-таки, я не говорю о том, что надо полностью там обслужить автомобиль, поменять масла, фильтра и все остальное, хотя, в принципе, на самом деле тоже можно, ребята все сразу масла, фильтра все поменяли. Ну, это если есть нюансы, бывает, когда купил машину, никаких вообще нюансов нету, такое тоже бывает, но все равно надо давать себе отчет, что бэушный автомобиль в любом случае там еще какая-то, ну, небольшая сумма, цифра закладывается на, так сказать, первоначальное там вложение, обслуживание, заменить, ну, как минимум, масла, фильтра. Вот, это то, что касается работы, значит, дальше автомобиль едет в Украину, то есть, я еду на этом автомобиле, вот, прохожу границу, прохожу сертификацию, сейчас о расходах я отдельно все расскажу, растамаживаю машину и ставлю на учет, то есть, я могу поставить на учет в Киеве, можете, значит, забрать машинку, сами поставить на учет, то есть, поставить на учет, это уже, ну, такое, небольшая трудность, когда у вас уже все документы есть, то есть, вы уже, в принципе, там, буквально полдня можете выделить, поехать самостоятельно поставить на учет, если есть у вас такое желание, если нету, я ее сам поставлю на учет, передам вам уже машину полностью готовую на украинских номерах с тех паспортом на ваше имя. Вот это, что касается, что включает в себя работы, так сказать, пригон автомобиля под ключ из Европы, в Киев, в Украину. Теперь давайте поговорим о растратах, которые сопровождают меня при выполнении такой работы и почему я пишу, что 1100 евро все включено, потому что на самом деле уже все включено и сейчас я расскажу, как бы, что, собственно, включено. Значит, смотрите, ребята, в 1100 евро уже, значит, входит полностью все расходы, связанные с пригоном и растаможкой автомобиля, помимо самого автомобиля, само собой, да, то есть, машину можете смотреть на автопливу с ЛТ, автогида с ЛТ, смотрите цену, и помимо налогов, то есть, растаможка, там, пенсионный фонд, вот все налоги, которые вы можете просчитать на любом калькуляторе растаможки. Все остальное, просто сейчас вот вкратце прикинем, это перелет там в Литву до Вильнюса, да, 50 евро в среднем, потом передвижение по Литве, значит, заправка там, мое топливо, ночевки, еда, связь, то есть, все вот это пребывание, которое может быть, я же говорю, может быть и 3, может быть и 5, бывает и 7 дней, это тоже, как бы, каких-то там 100-200 евро, ну, по-разному там, да, смотря, еще, короче, вот такая сумма денег. Потом, когда машину уже купил, ее нужно зарегистрировать в регитре, это тоже там разные случаи, то есть, регистрация, страховка минимальная, хотя бы месячная, да, еще в некоторых случаях техосмотр, если этот автомобиль едет без растаможки, это еще, как бы, тоже там 50-100-200 евро, ну, там, с техосмотром либо без техосмотра. Потом, смотрите, машину нужно заправить, то есть, доехать в Украину, да, это еще, как бы, в зависимости от того, там, какой автомобиль, экономный, неэкономный, там, сколько на границе стоять, то есть, это тоже по-разному все бывает, еще, как бы, 50-100 евро, да, там, ну, я говорю, в евро, там, я на курс не смотрю, то, что курс тоже прыгает, тут, туда, тут, сюда, как бы, ну, в евро цены озвучиваю, вот. По дороге бывает тоже, как бы, где-то надо переночевать, может, там, ну, по-разному, да, там, купить какой-то еды в дорогу, потому что где-то на границе можно по-разному стоять, вот. Вот, потом, заезжая в Украину, прохожу сертификацию, сертификация, допустим, на сегодняшний день в гривнах стоит 2 700 гривен, это самая такая, ну, дешевая, там, есть и по-три, по-разному, но я делаю 2 700, это, грубо говоря, еще 100 евро, да, вот. Потом брокер, друзья, брокер, это тоже, там, 250-450, в зависимости, как бы, вы, что вы от него хотите и что будет входить, собственно, в брокерскую работу, да. Если это просто оформление, там, декларации, допустим, то это одна цена, если это уже, там, какие-то решения, это другая цена, то есть тоже, ну, вот, надо учитывать такой фактор. Ну, и, собственно, постановка на учет, значит, постановка, ну, скажем, в среднем, там, 50 долларов, 50 долларов, 50 евро, еще, как бы, выливается постановка, ну, 50-100, там, тоже, в зависимости, как бы, какой автомобиль. Вот и посчитайте, то есть, грубо говоря, в сумме, там, даже с этих же 1100, ну, это так, в лучшем случае остается половина, но на самом деле, там, остается меньше половины, потому что, если приплюсовать, как бы, все вот эти расходы, которые я перечислил, то есть, это реальные расходы, ну, вот, то на самом деле, там, ну, больше половины остается, в смысле, больше половины тратится именно в расходы, и меньше половина, меньшая часть остается, как бы, заработка с пригона автомобиля. Ну, вот так вот, это просто, чтобы вы понимали, как оно есть, ну, вот, действительно, на самом деле, то есть, без никаких, там, преувеличений. Бывают, какие-то заказы быстрее решил, там, меньше денег потратил, больше заработал. Бывают заказы, когда долго ездишь, там, чуть ли не неделю ищешь машину, больше расходов потратил, там, меньше заработал. То есть, бывает все по-разному, как бы, цена одна, а там уже, как получится, так сказать. Вот это пригон автомобиля под ключ, такие вот расходы, по срокам, ну, вы поняли, там, приблизительно неделя получается на все про все, как бы, в среднем, хотя, может быть, и больше, потому что, если неделю только машину искал, потом, пока доехал, пока растаможил, пока сертификат прошел, как бы, бывает такое, что и на 10 дней затягивается. Вот, это то, что касается по пригону автомобиля, то есть, по работе, по расходам, чтобы вы понимали, как бы, в целом, да, что это за услуга и что такое все включено, то есть, почему пишется. Потому что есть люди, которые пишут, там, 500 евро, 600, 700, как бы, непонятно, что туда входит, туда может что-то входить, что-то не входить, это все надо уточнять. То есть, есть люди, у которых, там, и больше, и 1200, и 1400 евро. Вот, поэтому, там, кто пишет, что 1100, это дорого, ну, это, на самом деле, это недорого. Это на сегодняшний день такая, ну, может, там, не самая низкая, не знаю, может, кто-то за 1000 евро все это делает, хотя я сомневаюсь. Ну, я думаю, это одна из самых таких низких цен, потому что, в основном, у всех 1200, 1300, 1400, там, бывает, даже, и дороже. Если это где-то с Германией, то, да, может быть, и 1500, и 1700, и 2000 евро, потому что там все дороже, и оттуда за 1100 вам точно возить никто не будет, это минимум 1500. Вот, ну, вот, в принципе, друзья, такая информация, то есть, в целом, рассказал, чтобы вы понимали, как бы, что такая вот услуга. По Евротуру, там, кто желает, по Евротуру я уже снимал тоже отдельное видео, то есть, вы в курсе, что такое Евротур. Евротур, в целом, понятно, что у вас тоже эти все расходы сохраняются, то есть, вам тоже нужно купить билет на самолет, вам тоже нужно где-то жить, там, тоже заправить автомобиль, то есть, грубо говоря, все это остается. Вот, но на Евротур фиксированная, значит, ставка, цена 250 евро, в итоге у вас, ну, в любом случае получается дешевле, то есть, вы экономите это 100% в деньгах, вы точно экономите, вы сами видите, что вы покупаете, то есть, да, если вы более-менее, как бы, там, понимаете, что вы хотите в автомобилях, то Евротур, конечно, тоже полезная услуга. Вот, ну, а для тех людей, у кого, собственно, нету времени, там, нету желания куда-то ездить, и ему проще, как бы, дать денег, заказать, подождать, то есть, да, то, вот, конечно, есть такая услуга, как пригон автомобиля под ключ. Все, в принципе, все, что хотел, сказал, как бы, следующий тур в Европу за автомобилями состоится 24.01. У меня билет на самолет уже куплен, там, значит, звоните, уточняйте, какой рейс, какое время, покупайте тоже билеты, там уже пару человек купило, вот, покупайте билеты, записывайтесь в тур, звоните по заказу автомобиля, значит, кто хочет заказать, да, то есть, пока вот есть еще, скажем, места на заказ автомобиля. В общем, вот так вот, всех с Новым Годом, уже наступившим, с наступающим Рождеством, с вами был Андрей, канал Джонос Киев, на связи, друзья, увидимся, всем хорошего дня, пока, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok